Для класса типа FUNKTOR требуется выполнение определенных законов. Давайте посмотрим, как эти законы формулируются и что из них следует. Перед нами два закона для класса типа FUNKTOR. Первый закон говорит следующее. Если у нас имеется функция ID, то есть функция, которая ничего не меняет и возвращает свой аргумент в неизменном состоянии, то отображение FMAP ID на некоторый контейнер это то же самое, что применение функции ID к этому контейнеру. Таким образом, если мы отображаем функцию ID на контейнер, то контейнер остается неизменным. Давайте посмотрим, как выполняется этот закон на стандартных примерах. Ну, например, давайте возьмем в качестве контейнера список. Мы видим, что для списков все выполняется. Ну, действительно, как реализован представитель функтора для списка? Мы видим, что на пустом списке это пустой список. Здесь все выполняется по умолчанию, потому что независимо от того, какая функция, список, который стоит здесь, список, который стоит, это одно и то же. Что касается случая, когда список не пуст, то происходит следующее. Функция берется и применяется к голове списка. Поскольку в нашем случае это функция ID, то у меня здесь X, который добавляется в голову модифицированного списка, и X, который мы оторвали от исходного списка с помощью механизма сопоставления с образцом, это одно и то же значение. G от X, ID X вернул нам X. И дальше мы рекурсировано вызываем. На каждом шаге у нас происходит пересборка списка, но в итоге список, который у нас получится, будет в точности тот же самый список, который у нас был до этого. То же самое верно и для нашего контейнера Maybe. Map ID, ну скажем, на Just42. Это будет Just42. Это тоже полностью соответствует тому, каким образом у нас написан представитель функтора для типа данных Maybe. На случай, когда у нас функция Just просто берется и функция F применяется к элементу, лежащему в этом контейнере. Поскольку это функция ID, то она у нас не меняет содержимое контейнера. Был Just какое-то значение A и стал в результате Just какое-то значение A. В случае, когда в Maybe лежит значение Nothing, естественным образом наш закон сохраняется. Был контейнер Nothing и остался контейнер Nothing. Таким образом мы видим, что первый закон, первый закон функторов, он выполняется для списков и для типа данных Maybe. Для остальных стандартных функторов, для остальных стандартных типов данных, он тоже выполняется. Теперь давайте посмотрим на второй закон для функторов. Этот закон немножко более сложно устроен. Он говорит следующее. Если у нас есть функция FMAP, примененная к композиции двух функций F и G, это то же самое, что применить сначала FMAP G, а потом применить FMAP F к некоторому контейнеру. Здесь, конечно, равенство записано в бесточном стиле, и в том и в другом случае полное применение требовало бы записи этих законов некоторого аргумента. Ну, в случае списка, естественно, написать некоторые XS. Но в последнем случае, правда, нужно еще раз ставить скобки. Законы могут быть написаны в таком виде, но более естественно писать их в более коротком виде. Итак, давайте посмотрим, работает ли это для списков. Давайте сначала возьмем правую часть, скопируем и применим последовательно две функции к списку. Ну, давайте применим сначала функцию возведения F2, а потом еще отобразим на наш список функцию, ну, скажем, прибавления единицы. Итак, вот у нас два последовательных FMAP применяются к нашему контейнеру. Что произойдет? Первый FMAP возведет элементы в квадрат, у нас будет 1, 4, 9. Второй FMAP добавит единицу, и у нас получится 2, 5, 10. Это мы на примере разобрали правую часть нашего закона. Левая часть закона устроена немножко по-другому. Она говорит, что мы вместо того, чтобы дважды отображать что-то, просто берем композицию двух этих функций. И дальше эту композицию, функцию, полученную в результате композиции, отображаем на наш контейнер, на наш список. Мы видим, что результат, получившийся тот же самый. Что здесь происходит в этом случае? Для каждого элемента контейнера у нас сначала применяется функция возведения в квадрат, потом применяется функция прибавления к единице. 1 в квадрате это будет 1 плюс 1, 2. 2 в квадрате это будет 4 плюс 1, 5. 3 в квадрате это будет 9 плюс 1, 10. Таким образом мы видим, что мы, переходя от предыдущей записи к этой, на самом деле, выполнили некоторое сокращение тех действий, которые у нас происходят с нашим списком. Если в первом случае брался список, дальше на него отображалась функция возведения в квадрат, получался в результате вот этого вот применения новый список, промежуточный, а дальше над промежуточным списком выполнялось некоторое дополнительное действие, получался итоговый список, то в случае, когда мы пользуемся вот этой вот версией нашей функции, а левой частью нашего определения, все происходит гораздо эффективнее, никаких промежуточных списков не создается, берется исходный список, дальше берется некоторая композитная функция, которая выполняет два действия, и эти два действия выполняются над каждым элементом списка, и результат записывается в итоговый список. Легко понять, что независимо от того, какая функция у нас здесь присутствует, я взял в качестве примера прибавление единиц возведения в квадрат, но независимо от того, какая функция здесь присутствует, итоговый список просто будет состоять, если это функция f и g, из последовательных применений функции f и g к элементам исходного контейнера, а структура при этом контейнера не изменится. Этот закон, на самом деле, как мы видим, вполне может применяться для оптимизации, потому что эффективность левой части выше, чем эффективность правой части. Суть этой пары законов заключается в том, что если они выполняются, то функция fmap гарантированно не меняет структуру контейнера. Она воздействует, функция, которая передается в качестве аргументов fmap, воздействует только на элементы этого контейнера, а сама структура контейнера остается неизменной. Всегда ли эта пара законов выполняется автоматически? Легко понять, что это не так. Мы можем, например, написать на хаскеле такое определение представительного функтора, скажем, для списков, которое этим законам удовлетворять не будет. Давайте напишем это определение. Ну, например, сделаем следующее. На каждом шаге не пустого списка мы будем дважды в голову добавлять элемент x, обработанный функцией g. По типам все будет подходить. Тип x у нас а, gx имеет тип b, получившийся результат будет иметь тип список значений типа b. Действительно, если мы сохраним эту новую плохую версию представителя функтора для списка и выполним команду перезагрузки модуля, мы получим следующее. Мы получим работающую программу, однако этот представитель функтора будет работать плохим образом. Ну, давайте мы, например, выполним вот эту команду fmap id123. Первый закон говорит, что должен получиться список 1, 2, 3. Но вместо этого у нас получился другой список. То есть мы видим, что первый закон не выполняется. Легко понять, что в нашем случае длина списка после применения fmap удваивается, структура контейнера меняется. Поэтому второй закон тоже применен не будет. В правой части мы функцию fmap применяем два раза. То есть длина списка xs вырастет в итоге в четыре раза. Она удвоится при первом применении и удвоится при втором применении. В левой части у нас применяется функция fmap один раз. Поэтому длина списка всего лишь удвоится. Ясно, что результат здесь и результат в правой части будут разными. То есть для того представителя класса типа функтор, который я написал для списка, не выполняется ни один из законов. Таких ситуаций нужно избегать. Это очень плохо, когда представитель для вашего типа данных, представитель стандартного класса типов, не удовлетворяет законам этого класса типов. Потому что на эти законы могут полагаться многие полезные функции, которые умеют обрабатывать те интерфейсы, которые предоставляет нам язык Haskell. Если ваш тип данных выставляет интерфейс функтор, является представителем класса типа функтор, то это означает, что ваш тип данных должен удовлетворять всем законам. Иначе многие функции, которые используют классов типа функтор, они станут неработоспособны. Haskell сам, к сожалению, не умеет проверять выполнение этих законов. Поэтому то, что законы выполняются, проверка того, что законы выполняются, она всегда ложится на программиста. Мы должны, после того, как мы написали представителя, наш тип сделали представителем класса типа функтор, мы должны проверить, доказать выполнение этих законов, и только после этого эксплуатировать наш тип данных с интерфейсом функтор, уже без всякой заботы о том, какие функции можно вызывать, а какие нельзя. Продолжение следует...